Тема нашего занятия – Ёж, млекопитающая отряда насекомоядных. Имеется много загадок про ежей. Например, шубка иголки, свернётся он колки, рукой не возьмёшь, кто это? Ёж. Сам он круглый, а не мяч, рта не видно, а кусач. Голой ручкой не возьмёшь, а зовётся это Ёж. Лесом катится клубок, у него колючий бок, он охотится ночами за жуками и мышами. Научная классификация. Ежи относятся к царствам животных, класс млекопитающие, отряд насекомоядные, семейство ежовые. На нашей планете эти животные появились больше 15 миллионов лет тому назад. Ежи распространены повсеместно. Они живут в горах и пустынях, в лесах и степях. Многие виды ежей хорошо плавают. Ёж – вид животного, проживающего во всех странах Европы. Встречается также в Африке, Азии. В мире существует около 15 видов ежей. В России 7 видов. Обыкновенный еж. Южный, кавказский, амурский, даурский, ушастый, лысый или тёмный иглый. Знаменитые колючие защиты ежей – это волосы, ставшие иглами. А сколько иголок у ежа? Так вот, обычно у взрослого ежа от 5 до 6 тысяч игл. Молодые ежи имеют около 3 тысяч иголок. У ежа короткое туловище длиной до 25 сантиметров. Остренькая мордочка, маленькие глазки, коротенькие ножки. Всё тело покрыто иголками, кроме головы и живота. Длина колючек всего 1-2 сантиметра. Ежи – ночные животные. Ежи активны вечером и ночью, а днём еж обычно спит. В случае опасности еж сворачивается в клубок. В таком состоянии он неприступен и может сохранять неподвижность длительное время, пока враг не уйдёт. Однако, иногда хищникам удаётся схватить ежа. Так лиса катит ежа в воду, он разворачивается и она его съедает. Птицу пользуются своими острыми когтями. Размножение ежей. В северных районах детёныши рождаются 1 раз в год. На юге могут приносить потомца 2 раза в течение года. Продолжительность беременности составляет от 34 до 60 дней. Рождаются от 3 до 8 малышей. Вес при рождении всего 10-12 граммов. Они голые, слепые, ярко-розовые. Через 6 часов после появления на свет у них появляются первые мягкие иголочки. Мама кормит своих детёнышей питательным молоком, поэтому они растут быстро. Подросшие и окрепшие ежата неотступно следуют за своей матерью. Они учатся распознавать врагов, отличать съедобные предметы от несъедобных, изучают территорию. Через 2 месяца они становятся самостоятельными, начинают охотиться. Ежи – полезные животные. У ежей плохое зрение. При поиске пищи еж использует слух и обоняние. Питается лягушками, мышами, насекомыми. Они даже нападают на змей и пчёл, так как не боятся их укусов. Могут есть грибы и ягоды. Ежи приносят людям пользу. Они полезны в лесном хозяйстве и на приусадебном участке, так как они уничтожают в огромных количествах вредных насекомых и вредителей. На дачах или в деревнях к людям часто в гости заходят ежи. Многие их подкармливают. В качестве пищи используют молоко, привлекающее животных, но не являющееся для них полезным. После употребления молока взрослый еж почувствует себя плохо. У них начинается диарея, которая может привести к гибели. Поэтому никогда не поите ежиков молоком. Интересные факты о ежах. Еж способен издавать различные звуки, причем довольно забавных. Они могут стучать зубами, хрюкать, ворчать, шипеть и чихать. Ежи – настоящие спринтеры. Они могут развивать скорость до 3 метров в секунду. Ежи не собирают в лесу грибы и яблоки, как это часто рисуют на детских картинках. Накалывать на иглы они ничего не могут. Даже листву для подстилки в нору они тащат в зубах. Однако яблоко само может упасть им на спину. Или же они могут пролезть через кучу гнилых яблок. И безусловно при этом они могут прицепиться им на иглы. Ежи не делают пищевых запасов. Они впадают в спячку. Ежи тщательно готовятся к зимней спячке. Для этого они наедаются, набирают жир. Они ищут более глубокие норы, чтобы земля зимой не промерзла, застилают ее листьями. Ежи впадают в спячку по той причине, что им недостаточно корма, а также температура воздуха слишком низкая для их существования. Сколько длится спячка у ежа? С наступлением холодов ежи впадают в спячку. Спячка длится с октября по апрель, то есть от 6 до 7 месяцев, а это в среднем 200-230 дней. Во время спячки температура тела падает до 2 градусов. Если же осенью еж засыпает без достаточного запаса жира, примерно 500 граммов, то он во время зимней спячки может умереть от голода. После спячки еж не выходит из гнезда, пока средняя температура воздуха не поднимется до 15 градусов. Сейчас апрель месяц, поэтому скоро проснутся наши ежи. Ребята, разгадайте ребус. Это первый ребус, а это второй ребус. Ё-жик. Правильно, ответ ёжик. Так, второй ребус. Какой ответ? Правильно, ёж. Ребята, ответьте на вопросы. Сколько миллионов лет тому назад появились ежи? Второй вопрос. Через сколько часов появляются иглы у новорождённых ежат? Третий вопрос. Кто воспитывает ежат? Четвёртый вопрос. Какую пользу приносят ежи природе и для человека? Пятый вопрос. Каким видом животных являются ежи? Дневными или ночными? Я думаю, что эти вопросы не были сложными для вас. А теперь, ребята, нарисуйте ёжика. Продолжение следует...